Американцы никогда не пойдут на то, чтобы сохранить Асада и утереться перед нами. Никогда. Они будут рвать Сирию, они будут уничтожать ее, они будут делать все, что возможно, только бы для того, чтобы Россия не одержала даже формальную победу. Хотя речь же не о победе, и Путин об этом многократно говорил. Речь о том, что нужно просто урегулировать ситуацию и как-то двигаться мирным путем. Американцы не пойдут на это. Когда я слышу лицемерные заявления Пентагона и Вашингтона о том, что они там борются с ИГИЛ, ребята, ну не надо уже дурить этот мир. ИГИЛ создали вы, ИГИЛ создали для того, чтобы ввести боевые действия в обход ядерных сил сдерживания по всему миру. Вы взрывали Францию, когда президент Франции хотел вместе с Путиным заняться ИГИЛ в Сирии. ИГИЛ – это ваше неструктурное подразделение. Там воюют ваши советники, там воюют ребята из частной войной компании Великобритании. Поэтому вы так и бережете эту банду для того, чтобы она воевала против АСАРа. Смешно, смешно слушать умозаключение, что США против ИГИЛ. Против кого ИГИЛ воюют? Против АСАРа. США против кого воюют в Сирии? Против АСАРа. Они будут уничтожать ИГИЛ? Ребят, ну вы в своем уме? Не будут? Конечно, они будут. Больше того, сирийская армия освобождает территорию, заходят на склады, открывают. Так, елки-палки, там смазочки, все американское оружие. Пожалуйста, новенькое, целехенькое, бери, воюй. Это первое. Второе. Вот говорю просто вот журналистам, которые болтают всякую ерунду. Вы посчитайте при той интенсивности боя, сколько только патронов нужно бандитам. Патронов эшелонами нужно, эшелонами. И что, ИГИЛ никто не поддерживает? Это все с неба падает? Не, ребята. Война дело дорогое. И для того, чтобы воевать, нужно пополнять боеприпасы, нужно пополнять человеческий материал. Потому что воюют деньги, ребята. Воюют не Обамы. Не Обамы. Воюют деньги, большие деньги. И перекройка мира происходит по планам хозяев денег. И сегодня, когда мы умиляясь говорим, ой, ой, заболела Клинтон, ой, будет этот самый там ее соперник. Как приятно. Ну вы с ума посходили. Люди добрые. Да не решает ничего президент США. Он такой же наемник, как и его армия. Вдумайтесь. Вот вдумайтесь. Вот говорю только вам первый раз об этом. Единственная страна в мире, где, согласно главному военно-политическому документу, а именно военной доктрине, армия США носит исключительно интервенционистский характер. Она не занимается защитой своей страны. Ребята, там для этого национальная гвардия существует. Она создана для того, чтобы бомбить по всему миру. Куда ее пошлют. Ну, это же очевидные вещи. Продолжение следует.